У этого экипажа все отражено на эмблеме. Самая яркая звезда в созвездии Скорпиона – Антарес, позывной экипажа. Их корабль – Союз ТМА-03М. Олег Каноненко, Андрей Кауперс и Дональд Петтит все ближе к дню старта. Тяжело в учении, легко в бою. Оно и там тяжело будет. В космос тоже не сахар. Да понятно, что не сахар. Его путь к звездам был не из легких. Олег с детства мечтал стать космонавтом. Но после школы ухудшилось зрение. В летное училище уже не поступить. И тогда Олег сворачивает с военного пути и поступает в Харьковский авиационный институт. Единственное, я вас попрошу, Андрея и Дона, отрегулировать. Просто я вижу, что на тренировках они не следят. Олег Каноненко – командир экипажа. А потому за всем глаз да глаз. Вот и сейчас. Надо основательно разобраться в корабле, понять досконально, как все будет работать. При этом командире, бортинженеры могут слегка и передохнуть. Мы готовились к полету много лет. Рядом со мной профессионалы, с которыми очень приятно работать. Мы много улыбаемся, но во время работы очень серьезные. Для бортинженера Андре Кауперса невесомость в космосе – самая главная тема исследования. В Европейском космическом агентстве он второй астронавт из Голландии. По первой профессии врач серьезно изучал влияние нулевой гравитации на вестибулярный аппарат человека. Этим же будет заниматься и на МКС. На Земле даже изобрел специальный контейнер для невесомости. Было бы здорово поиграть на бильярде в космосе. Мне это очень интересно. Для параболического полета изобрел специальный пластиковый контейнер – ящик, в котором можно играть в бильярд в невесомости. Там буквально за несколько секунд любой шарик залетит в лунку. На Земле гораздо сложнее. Для этого экипажа «Союз» давно стал родным. Первый свой полет в космос Олег и Андре совершили на российском корабле. Дональд Петтит стартовал на шаттле «Эндевр», возвращался на «Союзе». Однако сегодня на старте «Союз ТМА-03М» – третий, модифицированный, цифровой. Экипажу предстоит не просто испытать корабль, ввести его в эксплуатацию. Все, но основная цель всех этих доработок, конечно, – модернизация машин и облегчение работы экипажа при управлении городовым. Дональд Петтит самый умудренный в экипаже. Это его третий полет. Как инженер-химик на станции он будет проводить химические исследования. Я хочу помочь развитию новых технологий. Наш экипаж обязательно принесет пользу для планеты. Мы будем проводить множество экспериментов в невесомости. Экипажу предстоит немало, до полусотни экспериментов. Встреча трех российских грузовых корабля «Прогресс». Работа с американским, европейским и японским грузовыми кораблями. Выход в открытый космос. И совершив за 31 декабря 16 оборотов вокруг планеты, 16 раз поздравить землян с Новым годом. А главное – благополучно приземлиться как раз на мокровку лета.